Двое музыкантов из Караганды автостопом путешествуют по городам Казахстана. На такие необычные гастроли парни выехали, чтобы узнать больше о родной стране и познакомить людей со своим творчеством. Друзей в других городах они находят в социальных сетях. Во время их визита в Усть-Каменогорск наша съемочная бригада встретилась с молодыми бардами. Ничего на свете лучше нету, чем бродить друзьям по белу свету. С таким девизом из знаменитого мультфильма «Бременские музыканты» молодые барды за месяц автостопом объехали почти все регионы Казахстана. 23-летний Максим Ягуткин и 25-летний Арсен Валиулин три месяца назад создали группу «Листья». Парни сами пишут песни и аккомпанируют себе под гитару. Во время путешествия по городам они знакомят со своим творчеством местное население. Несмотря на всю романтику и познавательность странствия автостопом, это довольно опасное и непростое приключение, рассказывают парни. Путешествую автостопом первый раз. До этого ездили в Алмату. Почему захотелось поехать, наверное, то, что надоедает рутина, вот эта поседневная. И что-то новенького захотелось увидеть, познакомиться с новыми людьми. Приезжая в новый город, молодые люди знакомятся с достопримечательностями, посещают парки, арбаты, площади, где исполняют свои песни. Везде, где есть публика, то есть вокруг себя собираем всегда людей. Людям нравятся наши песни. Также очень люди любят по всему Казахстану, где мы бы не были, люди очень любят СОЯ. Путешественников везде хорошо встречают, любят, то есть, так скажем, мы вдохновляем. Катюша, разрушительная Ксюша, разрушительная Ксюша. Арсен и Максим с юности увлекаются музыкой. У совсем еще молодой группы уже большой репертуар. Парни говорят, что в основном сочиняют грустные стихи на веселую музыку. Путешественники везде берут с собой гитару, играют они оба. Но возить с собой два инструмента нелегко, признаются молодые люди. Пишем мы как бы о жизни, что в жизни происходит. Наш стиль, можно так назвать, оптимистичная депрессия. Музыка веселая, грустные стихи, вот так вот. Максим рассказывает, что путешествовать мечтал с детства. Однако одному было страшно, а никто из друзей не соглашался на такое рисковое дело. Однажды после просмотра фильма о путешественниках, Максим все-таки решился отправиться автостопом в Санкт-Петербург. Вспоминает, как приходилось ночевать в палатке у могилы Сергея Есенина. Идея объехать весь Казахстан пришла после. Ее поддержал вдруг Максим Арсен. Многие говорят, что в Казахстане нечего смотреть, но это на самом деле не так, потому что Казахстан очень богат своей природой и видами вот этими. Свои путевые заметки путешествующие барды оставляют на страницах в социальных сетях. В каждом городе они останавливаются на 2-3 дня. На очереди за Усть-Каменогорском стоят семьи и Павлодар. Затем парни вернутся в Караганду. Так, в копилке путников будет 16 городов Казахстана.